Добрый день, господа! Начинаем серию фильмов на изготовлении бисмарка Плотненький бисмарк, красивый бисмарк, крупный бисмарк В этом фильме будут отображены все процессы и моменты изготовления цепи бисмарк В этом фильме, я надеюсь, вы для себя что-то подчеркнете о изготовлении цепи бисмарк Присаживайтесь к экранам, приятного просмотра Самое начало изготовления цепи бисмарк на 80 грамм Бисмарк плотный Основная пятерка Лигатура с зубов И довесок Обрезки Тоже пятерочка Аллигаторию зубы Потом сплавляю весь основной металл Пятерочку Все смешиваю в один цвет Делаю однородный металл Чтобы везде все было одинаковое Как по структуре металла, так и по цвету Клавим зубы Делаем лигатуру Из зубов Клавим зубы Зубы Продолжение следует... Продолжение следует... Тот самый момент отжига металла после первичного проката на вальцах квадрат. Продолжение следует... Отжигаем проволоку перед тем, как тянуть на фильере. Все как положено. Хорошенечко сейчас отожгем. Чтобы была идеальная, мягкая, везде прогретая. Пламя должно быть мягкое. Здесь торопиться не нужно. Вот так, со всех сторон. Все пока прогреем. Идеально. Остывает, отбеливаю и дергаю на фильере. Итак, дернем проволоку. Продолжение следует... Продолжение следует... через один делаю можно каждую проходить будет полегче перед конечным калибром делаю шаг уже не через один, а каждый шаг делаю каждый калибр дергаю и останавливаясь на крайнем калибре больше не смазываю парафином продергиваю его на сухую потому что парафина уже достаточно хватает на проволоке отлично и останется один калибр дернуть но после определенных последовательных действий на самом деле золотой проволоки никогда не бывает много вот сейчас подготовлено 6,5 метров золотой проволоки и ее вполне мне хватит для того чтобы навязать бисмарк проволочка подготовленная проволочка подготовленная отбеленная отжженная мягенькая и очень хорошо накрутится на рингель да на самом деле золотой проволоки никогда не бывает много ну что друзья вот такой вот уже шнурочек навязал плотный стоит колом это хорошо что он так стоит он плотненький тугой проволочка кстати хорошая и вот так как обычно я навязываю пружинами никаких там я не делаю витков барашков и тому подобное вот все виточек создан и теперь просто беру такие кусачки более крупные чтобы кусать более крупную проволоку и вот так откусываем готово осталось навязать совсем немножко сейчас примерно сколько там уже 50 с чем-то навязал и проволочка плотная поэтому приходится вот такими вот кусачками тоже пользоваться и с другой стороны откусываем так и вяжем я не знаю кто как навязывает но вот так вот через спираль не знаю мне быстрее вязать а и откусываем напишите в комментариях ребята за сколько времени можно навязать вот такой вот шнурок 60 сантиметров длиной за час за час за два часа за день за два дня за 40 минут напишите в комментариях будет мне интересно за какое время вы смогли бы навязать вот такой шнурок сколько времени уйдет чтобы навязать сколько времени у вас уйдет чтобы навязать такой шнурок длиной сколько здесь ну вот 57 сантиметров мне нужно 62 примерно навязать чистого рабочего а мне нужно рабочей длины навязать 62 где-то примерно сантиметра плюс после после протяжки она даст еще несколько сантиметров которые и компенсируют ту длину которая нужна мне будет виточки я видите обратно немножечко возвращаем чтобы не оставлять совсем длинные усики усики это когда проволоки в избитке пружин то там уже за этим не следишь и когда особенно сильно торопишься то не следишь за этим как прокрутил так прокрутил так и отрезал усики не возвращаю назад и эту длину усиков я не контролирую когда нету на это время а когда не торопишься то возвращаю назад в целях экономии проволоки чтобы не обломать усики на кусачках вот сейчас если вы заметили то я не сразу откусываю а как бы вот так вот потихонечку подрезаю подрезаю металл и немножечко кусачками углубляюсь а если сразу начать вот так кусать то есть такой вариант что можно обломать носики на кусачках ну вот примерно вот так вот видите где-то длины это с той стороны когда с обратной стороны я откусываю а где по прямой откусываю усики они коротенькие вот слишком большие не торчат усики вот слишком большие не торчат усики назад вернул и тут здесь тоже назад подвернул и откусил довольно такой приятненький уже шнурок ну что давайте попаяемся сейчас бисмарк весь флюсонул по всей его длине нормально со всех сторон флюсонулся ну и сейчас остается только его весь запаять друзья не пропустите следующую серию еще будет очень много интересного о изготовлении цепи бисмарк ловите следующую серию